Здравствуйте! Моя фамилия Щенников, зовут Павел Александрович. Мы находимся в Новосибирском государственном техническом университете и начинаем второе занятие по расчету паровой кондиционной турбины. Расчет турбины начинается с исходных данных. По всех случаях в нашем курсовом проекте в качестве исходных данных задаются некоторые параметры турбины. Это номинальная мощность, смотрим на левую часть экрана. Начальное давление, давление отработавшего пара, кубература питательной воды, частота вращения и в нашем курсовом проекте схема системы регенерации, то есть количество подогревателей, которые вам необходимо включать в систему регенерации. После этого начинаются расчеты и приступаем к расчету. Первая часть расчета содержит выбор конструкции турбины. В рамках этого расчета необходимо определить количество ступеней турбины, за какими ступенями будут находиться нерегулируемые отборы и теплоперепады на каждую расчетную ступень. Начинаем считать с пункта 1. Определяется потеря давления в ступорном регулирующем хлапане. Это все делается элементарно. Принимается значение на уровне 3 или 5%. Ну и определяется давление на входе пара ступень. Пункт 2. Пункт 3. Определяется энтальто и энтропия пара перед ступенью, на входе, собственно говоря, в турбину, то есть после ступорных клапанок регулирующих, по АШ-диаграмме и по известным начальным давлению и температуре. Здесь надо иметь в виду, что АШ-диаграммы, так же как и программы по свободной лицензии по типу Ваттинским ПРО, какие-то другие расчетные таблицы, Ривкина, например, это является инструментом и необходимой владельцы. При известных давлении и температуре, давлении 8,4, температура 535 градусов, определяем значение рентабии. Ну, как в частном случае, давление и температура. Давление 8,4 мегапаскаля. 8,4. И температура в градусах Цельсия у нас задана 535. 535. Получаем Энтальпию, КИЛОДЖОУЛЕВ 34,81 кИЛОДЖОУЛЬКИЛОГРА. Аналогичным образом получаем Энтропию. Очень удобно пользоваться АШ-диаграммой, если она достаточно крупного масштаба в рамках всего расчета. Затем строится ИЗОЭнтропиям процесс, показан на рисунке 1, и мы смотрим на правую часть экрана для процесса расширения по известному давлению в начале турбины, перед первой ступенью, и по известному или заданному давлению в конце процесса расширения, то есть давление конденсации. Это просто вертикальная линия, которая характеровывается в ИЗОЭнтропийный процесс. Определяется Энтальпия в точке в диаграмме в конце процесса расширения, и на основании этого значения можно определить располагаемый теплоперепад на турбину. В нашем случае он равен 1447 кг. Вот он, показан на нашей диаграмме. Реальную диаграмму вы устроите, реальный процесс вы строите по диаграмме, которая может выглядеть, сейчас найдем, вот таким образом, как показано вот здесь. крупный процесс. Как это может выглядеть в вашей диаграмме? Диаграмма достаточно крупная, масштаба, которой можно пользоваться и определять все характеристики и все значения. Здесь мы имеем дарселированный стопорным регулирующим клапан, здесь мы имеем окончание процесса расширения и Энтальпию в конце процесса расширения. Следующий шаг или следующий этап пункт 6 расчета левая часть экрана предварительное определение количества ступеней турбины. Для этого нужно помнить о том, что и нужно задаваться и помнить правила, по которым следует приблизительно распределять теплоперепады. читайте пункт 6 и для нашего конкретного примера будем иметь для регулирующей ступени скорости теплоперепад на уровне 200 кДж принимается, а для всех остальных ступеней в первом приближении принимается на уровне 60 кДж на каждую ступень. в этих условиях количество ступеней будет определено по соответствующему выражению в количестве 22 ступеней 21 активная ступень и плюс 1 ступень скорости теплоперепадом 200 кДж получаем 22 ступени Следующий шаг расчета заключается в том, что необходимо сформировать схему турбины. Под схемой турбины понимается характер проточной части, которая содержит определенное количество рисунок определенное количество ступеней и все нерегулируемые отборы, которые для этой конкретной турбины нужно сформировать. Для того, чтобы сформировать отборы нерегулируемых турбин, необходимо сформировать схему регенерации с указанием всех параметров отборов и всех необходимо она задана. В нашем случае два подогревателя высокого давления и три подогревателя низкого давления и один гаэратор. гаэратор гаэратор и гаэратор являются расчетом в нашем случае мы делаем упрощенный вариант расчета тепловую схему не считаем не считаем не считаем и не формируем количество подогревателя является заданным. Наша задача распределить более-менее равномерно все необходимые теплоперепады которые на каждый подогреватель должны быть поданы и обеспечены. при этом следует помнить следующее что подогрев питательной воды подогревателя осуществляется за счет того что пар отбираемый из турбины направляется в устройство где в процессе конденсации обеспечивается передача теплоты питательной воде. процесс конденсации как известно происходит при постоянном давлении и при постоянной температуре. Так вот постоянство давления обеспечивается как раз тем параметром отбора который мы должны сформировать для нашей турбины. С другой стороны нам известно температура питательной воды она задана и температура конденсации она не является заданной но она определяется по давлению в конденсаторе давление в конденсаторе это и есть давление вот в этой точке правая часть экрана давление окончания процесса расширения температура насыщения при этом давлении равна в нашем примере 27 градусов так вот схема регенерации которая нам задана в количестве 5 подогревателей о том сколько на каждый подогреватель нужно читать вот этот пункт 7 приформированные 7 турбины как надо сформировать нужно распределить на все вот эти 6 подогревателей температурный перепад в количестве 216 градусов минус 27 216 градусов минус 27 градусов мы получим 189 градусов на 5 подогревателей при этом в подогревателях высокого давления подогрев воды необходимо реализовывать на 30 градусов а вот в этих 4 подогревателях трех подогревателях низкого давления на 20-25 градусов в каждом случае необходимо учитывать недогрев на 4 градуса для того чтобы реализовать нашу схему в подогревателе верхнем высокого давления реализован нагрев воды на считаю 19 плюс 16 35 градусов то есть от 216 отнимаем 35 градусов получаем 181 вот она эта точка в этой точке температура 181 градус от 181 отнимаем условно снова 35 градусов получаем 146 градусов вот вот в этой точке температура воды 146 градусов 30 градусов на аэратор ну и так дальше до 27 для того чтобы обеспечить вот в этой точке 216 градусов цельсия да еще не догрев 4 градуса температура в отборе должна быть 220 градусов цельсия при этом давление в отборе должно находиться на уровне 2,32 мегапаскаль показываю по программе ватинским про она у меня закрылась по программе ватинским про температура насыщения в 216 градусов давление в отборе должно быть где у нас давление насыщения давление насыщения тут будет килопаскаль или даже мегапаскаль 2,14 сотых 2,32 но учитывая что температура 220 ровно ту же самую точку можно получить и в в диаграмме по которой мы начинаем работать вот оно давление в первом отборе поднимаемся к давлению и видим что оно уравняется на уровне 1,2,2 и 14 так 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 таким образом сформировав схему регенерации и указав в каждом отборе параметры эти параметры можно нанести на процесс расширения в виде соответствующих линий которые которые характеризуют давление возборе вот я показываю курсором правая часть экрана в в этом процессе конечно процесс построен изоэнтропийный реальный процесс будет строиться позднее но вместе с тем на этом изоэнтропийном процессе сформированная система регенерации указано параметры в каждом отборе и параметры в отборах уже в дальнейшем не будут меняться после того когда мы сумели распределить более-менее равномерно вот все вот эти и реализовать все вот эти температурные перепады на подогревателях таким образом если мы в дальнейшем процесс расширения в турбине будет приближать по шагам к реальному на следующих картинках то линии постоянного давления отбора изменятся во всех дальнейших расчетах это важно затем после того когда определены параметры в отборах формируются характеристики отборов и число ступеней с точки зрения распределения каковы теплоперепады между отборами вот здесь показывают на этих участках и эти данные собираются в таблицу номер один левая часть экрана в таблицу номер один так вот на участке правая часть экрана от начальных параметров до первого отбора теплоперепад можно определить в соответствии с диаграммой по девушками аж 0 минус аж первом отборе вот эта точка известна характеристика этой точки известна дельта h на вот эту составляющую показываю на правой части экрана известно вот она как определяется в левой части экрана это энтальпия в начале процесса острова пара это энтальпия в точке которая характеризует отбор разность между ними дает количество энергии которую мы должны будем реализовать вот на этом участке нашей турбины аналогичным образом для каждого следующего участка теперь количество ступеней помним что для первой ступени скорости у нас принято левая часть экрана 200 кг из теплоперепадов 400 кг отнимаем 200 получаем 200 кг помним что для активных ступеней теплоперепад на ступень может находиться в пределах 40 или 50 для ступеней работающих в зоне влажного пара теплоперепад может приниматься на уровне 70 и до 120 кг наша задача спрофилировать и спроектировать проточную часть таким образом чтобы теплоперепад от начала процесса расширения окончание процесса расширения постепенно увеличивался это непременно условие для того чтобы спрофилировать гладко проточную часть то есть в этом случае турбина будет плавно раскрываться так вот я рекомендую вам принимать в начале процесса расширения вот в этой зоне теплоперепады на уровне 40 кг постепенно их увеличивать в средней части до 50-60 и в конце процесса расширения брать на уровне 90-100-110 у кого как будет получаться в конкретном примере для турбины удалось сформировать теплоперепады по ступеням таким образом как показано в этом ступце грант то есть для первого участка правая часть экрана 200 кг ступень скорости и затем 5 ступеней по 40 кг для следующего участка между первым отбором и вторым отбором теплоперепады 177 кг входит 4 ступени теплоперепада на каждую по 44 ну и так дальше как показано в таблице это позволяет уточнить число ступеней их уже становится 21 а не 22 как в первой приближенной оценки турбины и тогда мы можем получить схему проточной части турбины пункт 8 которая содержит 21 ступень из них одна ступень показывает эту ступень скорости двухвиничная и 21 ступень это активные ступени которые составляют проточную часть при этом после шестой десятой пятнадцатой семнадцатой и девятнадцатой ступенью размещены соответствующие первый второй третий четвертый и пятый регенеративные нерегулируемые обои и еще немаловажное наблюдение и замечание что после четырнадцатой ступени начинается зона влажного пара и на это я обращаю особо внимание в дальнейшем мы на этой основе будем строить некоторые расчеты следующий пункт пункт 9 определение доли пара на регенерацию надборок и на турбину в целом определение происходит по формуле здесь необходимо знать мощность мощность задана доля недовыработки и внутренне относительно кпд турбины внутренне относительно кпд турбины пока еще не определен расчетным путем поэтому им можно задаться в первом приближении на уровне 08 09 по доле системы регенерации надо смотреть 9 и внимательно читать в данном случае можно принимать на уровне 25-30 процентов доля пары как эту долю пары распределить по каждому из отбора достаточно просто делается сейчас покажу общее правило и в принципе заключаются в следующем если вы принимаете чем выше температура питательной воды необходимо тем больше пары нужно убирать регенерацию мы считаем для нашего расчета достаточно мощную турбину 50 мегаватт а вообще расчет вы помните рекомендован для мощности 4-60 мегаватт конституционных турбин одновальных однокорпусных ну и для этой турбины одна из самых мощных 216 градусов это достаточно высокая температура питательной воды это означает что и система регенерации у нее должна быть достаточно развита вот у нас получилось и мы приняли пять подогревателей количество пара отбираемого в систему регенерации в нашем случае можно применять близким к максимуму 25 или 30 процентов таким образом мы имеем 30 процентов на регенерацию дальше можно пользоваться следующим несложным алгоритмом все эти 30 процентов делятся на две составляющие одна составляющая приблизительно по уровню одна составляющая на уровне 15 процентов на пвд вторая составляющая на уровне 15 процентов на пнд и вместе с доля это будет как вы понимаете 0,15 и в том и том случае вот откуда появляются вот эти цифры таблицы номер 2 расходы пара в отборах левая часть экрана в 0,15 в относительных единиц процентов на группу подогревателей высокого давления вот первый и вот второй и 0,15 на группу подогревателей низкого давления вместе с диэратором диэратор и вот они три подогревателя учитывая то что расход пара на турбину мы определили здесь коэффициент мм необходимо задаться ну и тоже понятно что большее значение для турбин с развитой системы регенерации то есть на уровне 20 процентов 25 процентов может быть недовыработка в нашем случае получаем расход пара в килограммах в секунду на всю турбину зная расход пара на всю турбину в килограммах в секунду и имея относительные величины которые расходятся по каждому подогревателю мы можем определить количество пара в каждой отбор как в тоннах в час так и в килограммах в секунду и на этом первая часть расчета фактически закончена осталось сделать небольшую работу это провести сравнение между тем что мы посчитали с теми значениями которые в целом характерны для турбинологичных которые считают другие которые изготовлены и спроектированы серийно фактически для этого можно воспользоваться приложением настоящего курсовика правая часть экрана я виска таблица 1 приложение 1 таблица 1 технические характеристики некоторых турбин вот смотрим турбина к 50 температура 535 серийно изготавливаем турбины температура питательного 216 градусов давления конденсации 357 у вас могут быть заданы и другие значения ничего страшного не обращайтесь на это внимание что тут еще важно посмотреть расход свежего пара до 190 тонн в час 191 тонн в час вот что у нас получается 191 тонн в час делим на делим на 3,6 получаем 53 килограмма в секунду ну а в наших расчетах левая часть экрана 51 почти килограмм в секунду то есть можно считать что эти значения конечно же сопоставимы с другой стороны мы имеем 5 отборов а здесь серийно изготавливаем турбина количество отборов 8 но ничего страшного в нашем случае система регенерации задана в количестве 5 подогревателей немножко отклонились от серийно изготавливаемые турбины тоже вполне возможная ситуация и не критично расходы пара в отборах посмотрим на расходы пара в отборах вот у нас параметры по отборам так турбина 50 мегаватт таблица 2 того же приложения 8 отборов ну давайте посмотрим как ступит у нас в размерности вот в тоннах в час последний столбец вот этот столбец это в тоннах в час первый подогреватель восьмой 10 тонн в час мы имеем 13 тонн в час первый отбор второй отбор и третий отбор это подогреватели высокого давления плюс дегратор мы здесь имеем 11 до плюс сколько здесь 5 и 5 10 и 7 17 а мы здесь получили 20 тонн в час так что в принципе тоже все это сопоставимо и это допустимое расхождение ведь мы проектируем свою турбину и они не обязаны быть похожи один в один на турбину которую серийно изготавливают так что первую часть расчета да и еще потом мы будем неоднократно это все уточнять и совершенствовать так что первую часть расчета можно считать законченной законченной достаточно успешно а наше занятие тоже закончено спасибо за внимание